На неделе задержаны подозреваемые по делу о происшествии на Скидельском сахарном комбинате. Трагедия произошла 25 февраля. Из-за вспышки поливоздушной смеси пострадали пять работниц предприятия. Четыре из них впоследствии скончались в больнице. Вследству еще предстоит поставить все точки нады в этой истории. Как показывает практика, две трети всех несчастных случаев на производстве в Беларуси – это пресловутый человеческий фактор. Как известно, цепь сильна настолько, насколько сильное самое слабое звено. Об этом на неделе размышляла Галина Буро. Это кадры катастроф на белорусских предприятиях. Взрыв на мебельной фабрике в Пинске назван одной из самых крупных аварий в истории страны. Тогда погибло 14 человек. Скорбные новости периодически приходят из Солигорска. Пожар на складе, трагедия в шахте, сорвавшаяся люлька с рабочими. 120. Именно столько человек погибло в прошлом году на производствах страны. Около 70% причин несчастных случаев – это человеческий фактор. Здесь присутствуют и недоработки со стороны нанимателя, невыполнение должностными лицами своих обязанностей. В том числе присутствуют и нарушения потерпевшим элементарных требований. Вот и в Скиделе в последние дни обстановка не сахарная. Это работники местного предприятия, сахарного комбината. Они вышли попрощаться со своей коллегой, одной из пяти пострадавших от мощного взрыва на заводе. Ей было всего 46. Красивая женщина, говорят коллеги. Кто бы мог подумать, что хоронить придется в самом свете сил, в закрытом гробу. Она была очень хорошим человеком. Мне нравилось, как она работает. С ней можно было легко найти общий язык. Она всегда понимала, если что, что-то всегда помогала. Просто отличные люди уходят на тот свет. Я не могу больше. Роковая ночь 25 февраля. Пять семей города Скиделя оставила без мам, жен, дочерей, сестер. Женщины получили страшные ожоги и баротравмы, от которых не живут. Но за одну жизнь врачи все же продолжают бороться. Остальные нашли покой на местном кладбище. И даже слезы старушки-матери, которые, вопреки законам природы, пришлось хоронить собственную дочь. Не способны повернуть время вспять. Работники комбината до сих пор не могут прийти в себя. Что случилось? Как вот этот взрыв? То ли статическое напряжение, то ли какая-то искра, запыленность. Это была самая обычная ночная смена. На посту находились три работницы. К ним с проверкой зашли два инженера. И именно в этот момент раздался хлопок. Вот здесь находится фабрика фасовки готовой продукции. А сам взрыв произошел, скорее всего, вот в этой галерее. Но более подробная информация – тайна следствия. Пока же галерея и часть цеха опечатаны. И вход туда закрыт для всех. Уже больше трех недель на месте происшествия работают следователи. Приглашены представители польской компании-поставщика оборудования, которые проводили пусконаладочные работы в цеху. Что спровоцировало взрыв. Ответ на вопрос ищут ученые и эксперты. С учетом анализа собранных фактических данных, следствием принято решение о задержании начальника цеха готовой продукции данного комбината, а также его заместителям. В том числе их допроса в качестве подозреваемых в совершении служебной халатности. А тем временем в частично закрытом цеху продолжается производство сахара. Правда, пока вместо трех линий фасовки в мешки по 50 килограммов работает одна. Поставки снизились. Если внутренний рынок предприятия готовы обеспечить, то вопрос с крупными экспортными заказами остается открытым. Но когда речь идет о жизни и здоровье, деньги отходят на второй план. Комбинат провел и свой собственный аудит по пожарной безопасности. Цех остановлен был примерно на неделю. На комбинате была проведена полная проверка оборудования, которое транспортирует сахар на новую фабрику фасовки. Проверка каждого трубопровода, воздуховода, каждого ролика. Медленно, шаг за шагом. Еще месяц назад Вячеслава Лисицу, формовщика с 30-летним стажем, в этом центре медицинской реабилитации буквально возвращали с того света. Всему причиной вредные условия труда на заводе в Солигорске. Через СУЗ за производственный травматизм удалось выбить компенсацию. Сейчас дела пенсионера идут на поправку. Впору мечтать о летней рыбалке, да и по хозяйству забот накопилось. А там унуки, надо с внучками. Они дедушку и бабушку очень сильно любят. Я их тоже люблю. Трошки чуть-чуть лучше стало после процедуры, уколы, пошло улучшение. Масштабное производство, киты, экономики и судьбы каждого конкретного человека, как звенья одной цепи, забота о максимальной безопасности, общее дело. Эта аксиома, вопреки математике, все же доказана жизнью. А на неделе над здоровой атмосферой труда задумались Галина Буру, Анастасия Бенедесюк и Анатолий Бояринцев. Анастасия Бояринцев